Это же может случиться, а может и не случится. Но тем не менее, у меня раковое заболевание, я с ним стараюсь бодаться. Возможно, такое случится, что вы это дело посмотрите и гораздо позже. Ну, не знаю, не знаю. Постараемся сделать так, чтобы этот рак меня не скосил, потому что у меня есть вот мой ребенок, понимаете? Что я для этого делаю? Пункт номер один. Я всю жизнь всем и объясняю, что в Магнитогорске нет онкологических заболеваний вообще. То есть, если у нас какая-то клиника стоит, но это не есть судьба, что вы туда отнесетесь и к вам там сделают для вас то, что должно быть. Это очень все сложно. Вариант номер два. Где можно получить лечение в России? Есть несколько мест. Их, по-моему, всего-то и несколько. Там, где было очень мощное ядерное заражение. Так вот, ядерное заражение – это все-таки Челябинская область. Помните, да? Челябинскую. В 50-е вот там такая штука случилась. Северная часть нашей области, ну, такая, ближе к Екатеринбургу, она стала немножко так радиоактивной быть. Чуть-чуть. Вот недавно, ну, недалее как 15 лет назад, с реки Течи сняли это ограничение, что там, оказывается, можно стало ехать, ездить. То бишь, оптимальный результат и правильный результат – это все-таки Челябинск, потому что там хоть с этим делом работают. Это если в России. Все остальное. Я уже неоднократно говорил, что стоимость медикаментов у нас не просто космических цен, она каких-то идиотских цен вырастает. Вот. Тот темодал, который я в себе внедрял, вот сюда, в смысле, просто пиво, кошмар был, конечно. После первого принятия меня там раз 20 я с унитазом обнимался. Это говорят, что темодал, в смысле, химия… Нет, нет, нет. Химия вызывает очень нехорошую реакцию, поверьте мне. И подчас, если бы не противорвотные аппараты, я бы там просто завалился, естественно. Так вот, этот темодал я брал в Турции. Неплохо. Дальнейший путь развития, дело в чем заключилось, я очень хорошо знаю английский язык. Ну, достаточно хорошо, чтобы жить в любой стране мира и особых проблем нет. Естественно, у нас в Магнитогорске есть люди, которые были в Китае. Были такие люди и в Китае в том числе. Болели они, рак легких у них был. Они съездили в Китай, их хорошо пролечили, они очень много ядов выпили и вы приехали сюда в нормальном состоянии. Это было круто. Я, естественно, знал, что после этого я поеду в Китай, потому что других вариантов и нет. То есть сидеть и ждать, и чувствовать, что рано или поздно жизнь уходит из тебя, это совсем неправильно. Так вот, я поехал в Китай. И вот почему я сейчас нахожусь рядом с Улей. Потому что мне в Китае объяснили, что грамотные укусы пчел, они ваш рак отодвигают. То есть рак не передо мной стоит, а после меня стоит. То есть я не занимаюсь всякой белибердой. Я не езжу на скутерах, водных мотоциклах, на лыжах я тоже стараюсь не ездить. Но лыжи, которые предназначены для спуска с горы, знаете такие, такие хорошие лыжи. У нас, кстати, два очень мощных центра рядышком располагаются, Абзаковы и Банны. Нет, запрещено. И вот запрещено мне всякой ерундой заниматься. Ну, да, пришлось мне вот такой штукой и стать. Теперь, чтобы вы поняли, я вместе со своей супругой сейчас покажу, куда мы этих пчел ставим. Еще раз объясняю. Это рак головного мозга. Ставятся все они в одну точку, вот сюда. Итак, как вы ставите? Первый заход, две пчелы. Я вам сейчас пока руку, как они ставятся. Через три дня еще две пчелы, через три дня еще две пчелы, через три дня еще две пчелы, через три дня еще две пчелы. То есть, грубо говоря, в течение двух недель вы получаете пчелиные укусы. Не каждый это может сделать. Не каждый. Потому что у некоторых, ну, не в таких большом количестве, возникают укусы на пчелы. Для того, чтобы проверить, есть ли у вас укусы на пчелы, достаточно просто обцепить сюда. И посмотреть, какая будет реакция. Если за 15 минут с вами ничего не случится, то у вас нету никакой реакции на укусы пчел. Если, ну, значит, если у вас возникает какая-то другая реакция, то, естественно, возьмите стакан ароксы, C2H5OH, не буду про него говорить, и выпейте этот стакан. Тогда все у вас пройдет, без вопросов. Но если у вас все нормально, никаких проблем нет. Потом две недели вы отдыхаете и продолжаете. Две недели отдыхаете и продолжаете. Две недели отдыхаете и продолжаете. Две недели... И вот так. До того момента, когда у вас, наверное, что-то другое не откажет, и вы не перейдете на тот свет. Теперь мы вам все это дело сейчас продемонстрируем. Так вот, сейчас объясню. То есть, даже, возможно, такое случается, что, возможно, к вам туда не надо будет и влезть. В ваш организм. Мне просто люди так и объяснили. Я говорю, вот поверьте мне, у меня глиобластома, очень нехорошее заболевание. Мне сказали, да не парься, просто ставишь сюда пчел и живешь спокойно. Теперь, куда все эти пчелы ставятся? Вот эти две точки. Я специально узнал. Вот, вот направо и налево. То есть, смотрите, шея идет прямо к голове. И две мышцы, вот они идут. Вот в эти точки и надо ставить. Готовы? Так. Так, чувствую укус. Все. Все. Аккуратно сняли. Подержали немножечко и убрали. Все. Ну, можно и подольше, я могу и подольше поставить. Понимаете? Тут особых проблем нет. Первая точка. Сейчас будет вторая точка. Должна быть вроде как бы. Так, вот вкус. Хороший, такой жесткий, такой вкусик. Как вы прекрасно понимаете, я даже не буксую. Вот, туда. Видите? Да. Вот укус пчел. Вот, собственно говоря, и все. То есть, через три дня еще пчелы, через три дня еще пчелы, через три дня еще пчелы, через три дня еще пчелы. Пункт номер, который вам необходимо будет сообщить. Вот. Пчелы живут 32 дня. То есть, если вы для себя поставите вот эту штуку, не говоря о том, что вам нужен мед или не нужен. Просто пускай она стоит, она хоть будет у людей опылять. И если честно, если честно, я вам сейчас объясню, дивная ситуация была, когда я узнал, я говорил с людьми, которые занимаются пчеловодами, вот, я спрашивал, а сколько у вас людей болеет от рака? Так вот, есть люди, которые болеют от рака, но количество людей, это не 65%, это в пределах от 0 до 5%. То бишь, сейчас я вам расскажу, почему мы все этим делом заболеваем, да, потому что у нас есть медицина, да, потому что, когда я был маленьким, да, я был один в семье, представляете, да, ну, и у супруга, их там двое было. Вытащи у меня этот. А у моих его, а у моего папы, так вот, мой папа, он был, по-моему, 12-й человек в семье. То бишь, когда люди рождались, да, они часто умирали. И до уровня 50 лет, если доживало, ну, максимум, там, 40% населения, в смысле, от того, как, то есть, ну, 12 человек родилось, да, до пенсии, может быть, перед пенсией, допустим, до 50-ти лет доживал, там, 40%, то есть, представляете, да, 7 человек на тот свет уходило. Нормально? Клево, да? Потом появились, естественно, врачи, да, и мы стали жить в гордом одиночестве. То есть, мы лечимся, вопросов нет, да, как мы лечимся? лечимся, потому что у нас есть антибиотики. Антибиотики, вещь очень хорошая. Вот, но они кое-что разрушают, да, иммунитет они убирают. А тем более, когда я работал на магнитогорской студии, не на магнитогорской, а на челябинском, крупном, где, который находился в городе, магнитогорских работал, да, я ни разу не болел. То есть, меня постоянно шпиговали этими антибиотиками, я вот работал круглые сутки. Представляете, да, все, что я сейчас беру, все, что у меня есть, да, это то, что я работал. Представляете, я просто работал, и другого варианта не было. И, естественно, завалили у меня весь иммунитет. Теперь, о чем мы сейчас будем говорить? Тот, кто работает с пчелами и работает с пчелами постоянно, их, естественно, постоянно подкусывают, и у них иммунитет выше становится. Представляете, укусили, укусили, ничего сложного не случилось. Поэтому, я думаю, так, что процедура возникновения рака это все-таки наша проблема. По одной простой причине. То есть, если мы говорим о раннейших вещах, которые были до того, как мы появились на свет, то мы говорим о том, что количество населения было большое, в смысле, рождаемость населения было большое, а количество людей, выживших, было минимальное. То есть, представляете, вот 12 человек, если бы все работали, и все работали долго, и ни у кого не было проблем, они бы все дожили бы. Но такого же не существует, правильно? Не существует. То есть, родившийся человек, который прожил эту жизнь, он был максимально сильным человеком, представляете? Вот так-то оно и было. После этого, после этого, это наша медицина. Теперь, о чем мы говорим? О том, что каким-то образом надо себя приподнять. Я ничего не буду говорить. Опять же, возвращаясь к тому, что я могу общаться и на английском языке. Так вот, перед тем, как все это дело было бы здесь сделано, перед тем, как я купил себе улей, мы переговорили с эпитерапевтом. Он мне сказал, что у меня какие-то проблемы с укусом пчел. Да нету никаких проблем с укусом пчел. Они меня всю жизнь кусали, никаких проблем особых-то и не было. Я залез в интернет. Я воткнул, есть такой поисковик, самый замечательный, самый древний, Америка Онлайн. Потому что весь интернет, он начался в Америке. Вот, если мы говорим про китайский интернет, то это явно не Google, и вообще ничего другое. Там у них свой поисковик есть. Вот. И вот Америка Онлайн, я просто задал вопрос. Be poison against chumor. То есть, я допечел против опухоли. На что они мне сказали? То есть, они мне сразу сказали все. То есть, это был CNN, это был Telegraphs, это очень мощные, серьезные каналы, которые рассказали, что в 2014 году они поняли, о чем идет речь. То есть, шикарно и хорошо работает Китай. Круче всех. Круче всех. Вопросов нет. И они объяснили, что я допечел скорпионов и змей, они убирают рак или его купируют. То есть, ну, живете вы с раком, ну, не делайте так, чтобы этот рак дальше рос. То есть, не употребляйте алкоголь, не курите. Это вообще, по-честному, запрещено. И тогда живите спокойно и счастливо. И возможно, вы и не от рака умрете, но будет у вас рак, но... не факт. И в этой же газете мне объяснили, что оптимальный и самый грамотный результат и по борьбе с раком выдает, естественно, кубинская медицина. И там была такая очень забавная ситуация, просто прочитал, что любые опухоли головного мозга и рак головного мозга на Кубе и лечится укусами скорпионов. К сожалению, этого ничего у нас нет. К сожалению, апитерапевтов 0,1. К сожалению, вам каждому придется брать себе улей и думать о том, как зимой сохранить этих пчел. Потому что, извините, кусаться вам надо будет постоянно. Ищите людей, объясняйте. Самый главный вопрос, никогда не говорить апитерапевту. Вам просто необходимо будет поставить эти точки, куда надо будет. К сожалению, когда я ездил в Китай, мне сказали, Леш, мы тебе можем объяснить, но я же не специалист, я вообще-то инженер и вот начал работать на телевидении. А так мне бы объяснили. То есть, если у вас будет большое-большое желание, то сумма для того, чтобы мы туда съездили, просто съездили, 240 тысяч. Поехали вместе, мы все это дело обсудим, найдем нормального человека, грамотного специалиста, а я буду у него типа переводчиком. Он все это дело объяснит, мы привезем этого человека в Россию, он все это дело расскажет другим людям. Еще раз объясняю, почему мы немножко тупые, но мы тупые в действительности. то есть, мы когда говорим о мире, то мы забываем, что 135 миллионов человек, которые живут в этой стране, они ни в коем образом не могут быть самыми крутыми. Нет, этого не будет, естественно. Проще понять, что такое мир, а мир большой, и относиться к этому делу надо с той позиции, что есть люди умнее, чем мы. и вот с такими вещами все-таки надо думать о том, что в Китае это все дело лечит, на Кубе это все дело лечит, везде все это дело лечит. Это, конечно, хорошо, и в 2030 году уже не будет больных раком, потому что, скорее всего, в 2020 году найдут то лекарство, которое будут внедрять детям, и уже рака не будет. Но вы не говорите, о том, что не будет болезней. Что-то другое появится. Как каждый год что-то появляется, что-то появляется, что-то появляется. То, что еще не может быть объяснено человеческим гением. А он хорош, конечно. Но для того, чтобы он работал, необходимо еще и знание веков. Так вот, апитерапия и медотерапия и вообще вы должны понимать, что с медом человек живет, как только он здесь появился. Человеку всегда хотелось что-то сладкого, правильно? А где он брал сладкое? Ну, где брал? Смотрел, где есть пчелы. И мы с этими пчелами живем, и очень долго живем. И поэтому надо к этим пчелам относиться с огромным уважением.